Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «День» в студии Алины Мухина. В начале выпуска о главных его темах. Через мытищи пройдут новые линии наземного метро. Объявлены дворовые территории и участки дорог, требующие ремонта. Представители общественной палаты обследовали реку Яузу. Об этом и многом другом в материалах наших корреспондентов. На сегодняшний день в Подмосковье транспортные системы значительно перегружены во всех направлениях. Для того, чтобы решить эту проблему и снизить напряженность дорожного трафика, Министерством транспорта Московской области была подготовлена программа по реализации развития дорожной инфраструктуры Московской железной дороги. О подробностях программы и о способах ее реализации журналистам рассказал министр транспорта Московской области Александр Зайцев. Статистические данные говорят сами за себя. В 2012 году пассажиропоток на пригородных поездах составил 600 миллионов человек. Ежедневно из области в Москву и обратно едут около 1,6 миллиона пассажиров. При такой высокой эксплуатации железнодорожного транспорта необходима реконструкция малого кольца железной дороги и увеличение пропускных способностей радиальных направлений. Эту функцию должна выполнить программа, разработанная Министерством транспорта, которая носит рабочее название «Наземное метро». По проекту по территории Московской области будет проложено порядка 125 километров железнодорожных путей, которые будут оборудованы комфортными перронами и новыми подвижными составами. С точки зрения подвижного состава нам необходимо будет дополнительно запустить еще более 120 поездов, то есть комфортных, качественных. Поезда, которые мы планируем, должны соответствовать максимально комфортным требованиям. Во-первых, соответствующие климатические условия, внутренний интерьер будет по-новому выглядеть. Общая стоимость проекта составляет 236 миллиардов рублей. По плану, интервал между прибытием электричек уменьшится и будет составлять около трех минут. Такое увеличение железнодорожного сообщения может затруднить движение автолюбителей и функционирование пешеходных переходов. Во избежание этой проблемы необходимо увеличить количество пешеходных переходов как надземных, так и подземных. По плану, их количество должно увеличиться минимум на 33 объекта. Также появится 40 новых путепроводов через железную дорогу. Работа будет вестись и в рамках реконструкции уже имеющихся пешеходных переходов. В рамках программы будет реконструировано 26, то есть уже заложено в эту программу, 26 пешеходных переходов, которые сейчас либо в одном уровне находятся, либо находятся в недостаточной разности, потому что ширина железнодорожных путей будет увеличена, их необходимо будет доработать. Еще одним важным вопросом обсуждения стала организация перехватывающих парковок, призванных обеспечить комфорт водителям, оставляющим свои автомобили, пересаживаясь на электричку. А также вопрос транспортных пересадочных узлов. Эти транспортные пересадочные узлы должны будут интегрировать в себя парковочное пространство. Это должны быть оборудованные перроны посадки-высадки для автобусов, оборудов общественного транспорта автомобильного и спокойный, качественный переход, комфортные условия на железнодорожный транспорт. На сегодняшний день почти по всем направлениям закончено проектирование наземного метро. Первые участки, согласно графику, должны заработать в 2015 году. Линии метро пройдут через все крупные города Ближнего Подмосковья – Химки, Матищи, Реутов, Видное, Красногорск и другие. Ярославское направление колоссально перегружено. То есть на сегодняшний день провозной способности инфраструктуры и подвижного состава уже не хватает. И исходя из этого, безусловно, определялись приоритеты по различным направлениям. Согласно плану, проект улучшения условий городских и пригородных пассажирских перевозок на Московском железнодорожном узле будет реализован до 2020 года. Алина Мухина, Олег Степанов, информационная программа «День». На прошедшем сегодня строительном дне в городской администрации обсуждалась программа благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог на 2014 год. Докладчики предоставили список дворовых территорий и участков дорог, требующих реконструкции. Подробности в следующем сюжете. На совещании был определен перечень объектов, в первую очередь нуждающихся в благоустройстве. Расширение тротуарных дорожек, установки фонарей и лавочек. Это скверы и дворы на улицах Советской, Академика Крыгина, Колпакова, Летный и других. Споры и сомнения вызвал микрорайон 18А. Там не переложены подземные коммуникации. Перед утверждением плана благоустройства этого микрорайона было принято решение провести осмотр сетей для определения оставшегося срока их эксплуатации. Общая сумма бюджета на благоустройство дворовых территорий составляет 130 миллионов рублей. Средства пойдут и на 45 детских площадок, которые должны появиться в Мутищах в 2014 году. На площадках установят современные сооружения, проложат к ним пешеходные дорожки и произведут озеленение территории. В основном покрытие детских площадок будет песчаногравийным, так как оно более долговечное. Но в отдельных случаях по желанию жителей покрытие могут заменить на резиновое. В первом микрорайоне детскую площадку жители вышли и сказали, не надо нам никакого настила. Вода, лужи неудобные и тому подобное. Таким образом было решено в следующем году сделать упор на благоустройство внутриквартальных проездов. Я принципиально принимаю весь этот объем. Единственное, прошу уточнить по срокам ввода в эксплуатацию объектов района. Если они тоже летом, то мы будем это делать обязательно. Если не летом, то будем делать, но в усеченном объеме. Еще одним вопросом для обсуждения стал ремонт дорог. По предложенному плану в ремонте нуждается участок дороги на улице Терешковой от улицы Матросова до Новоматищинского проспекта. Там осталось 50 метров старого асфальта, который необходимо поменять. Также обсуждались отрезок улицы Колпакова от Новоматищинского проспекта до улицы Шараповской и от Институтской до Летной улицы. Улицы Веры Волошиной от дома 56 до улицы Красный поселок и от улицы Семашка до торгового центра Перловский. Всего в плане дорог общего пользования, которым необходим ремонт, числится 27 пунктов. Сельские дороги в поселке Вешки, деревне Афанасово, Грибки, Болтяно, Подрезово, Терпегорьево и других составили 16 пунктов. Общий объем ремонтных работ дорог на 2014 год по плану составит 170 270,5 квадратных метров. Алина Мухина, Олег Степанов, информационная программа «День». Инспекционную поездку по побережью реки Яузы предприняли представители администрации, члены общественной палаты Матищинского района. Цель – выявить самые опасные места загрязнения водоема. Наш корреспондент присоединился к поездке. Яуза – одна из самых контрастных рек московского региона. В своем истоке, там, где она протекает по долине в Лосином острове, это очень чистая и живописная река. Но дальше ее путь пролегает по территориям предприятий и городским кварталам. Казалось бы, эти полтора десятка километров до границ с Москвой находятся в более благоприятном положении. Но лучше все увидеть своими глазами. Вот такой индустриальный пейзаж окружает нашу Яузу. Конечно, сегодня она уже не так чиста, как была когда-то. А можно ли вернуть ее в это состояние? На этот вопрос взялась ответить экологическая комиссия общественной палаты Матищинского района. Еще за километр до городской черты, там, где по всем правилам должна быть заповедная зона, участники экологического рейда находят очень знакомые следы неразрешенного веселья. Любители шашлыков добрались и до этих живописных берегов. Сжигание костров. Вот что самое главное для нас. Мусор, сжигание костров и, как бы, все-таки торфяники в большинстве у нас. Что же будет здесь, вдали от шума городского, через год-два? Стихийные свалки видны то тут, то там. Река взывает о помощи. И пока единственным средством защиты представляется полный запрет входа и въезда в эти места, еще большие проблемы начинаются у Яузы сразу за Ярославским шоссе. И ливневая колонаризация, и река Работня заметно отравляют чистый исток. Ну, если видите, вот она утка. Дошла до границы, а это падение Работни. Дошла до границы, это падение Работни. И утка дальше не плывет. Геннадий Иванович отлично помнит эти места с детства. Видел, как они менялись под натиском промышленных предприятий и транспортных потоков. Если оставить все как есть, не останется чистой Яузы. А из этого вывода надо делать, что надо чем быстрее, значит, начинать заниматься очисткой вот этих малых рек, которые вот маленькая-маленькая моряка, вот эта Работня впадает в Яузу, да? Яуза впадает в Москву реку, Москва река в Оку и так далее набирается. Еще хуже чувствует себя Яуза в городской черте Москвы. Сегодня очистить реку можно только комплексно, на протяжении всех 30 километров течения, проходящих по столичной черте. Это должна быть федеральная программа, потому что очистка водной глади – это федеральная. Берега – региональная. То есть мы даже своим бюджетом не можем войти туда, вот эти, значит, это будет небюджетный расходовый средств. Очистка реки – дело общее. Но как не просто объединить усилия? Даже здесь, в комиссии, по этому поводу было немало споров. Значит, надо решать вопрос на выходе. И я думаю, что есть современные методы таких решений. Мы уперлись вот уже в старые какие-то разработки. Надо смотреть все-таки вперед. Выводы комиссии ожидаемы. Разобраться с ведомственной принадлежностью канализационных коллекторов и ливнестоков, наносящих ущерб реке. Устранить нарушения. Оказать поддержку организациям, готовым взяться за расчистку русла реки и благоустройство берегов. Но для этого необходимо устранить ведомственные барьеры на областном и федеральном уровнях. Сергей Бердин, Алексей Илюшин. Информационная программа «День». 33-й детский сад «Звездочка» в поселке Дружба принимает участие в конкурсе на лучшую благоустроенную территорию среди дошкольных учреждений. Как и все детские сады, он имеет свой уникальный дизайн. «Звездочка» – это страна сказок, в которой побывала наша съемочная группа. Детский сад номер 33 «Звездочка» – сказочная страна. По всей территории сада расположились герои мультфильмов и детских рассказов. Здесь можно увидеть персонажи сказок «Маша и медведь», «Под грибом», «Прокрота», «Три поросенка», «Колобок». Все декорации сделаны руками сотрудников детского сада. Жизнь каждого ребенка начинается со сказки. И, конечно, родители дома читают детям сказки. И в саду воспитатели мы читаем, и проигрываем сказки. У нас очень много есть кукольные театры, и дети сами после прочитанных сказок импровизируют по сказкам. И с этой целью, ну, конечно, ребенок заходит в детский сад, и он узнает те фигурки сказочных персонажей, которые читали либо родители, либо воспитатели. Необычные декорации сделаны к сказке о золотой рыбке. Тут и искусственный пруд с камышами, и дед с рыбкой. Даже огород – это сказка репка. Дедушка с бабушкой наблюдают за тем, как внучка и жучка вытягивают овощи. Здесь дети знакомятся не только с персонажами репки, но и с тем, что растет на грядках. Там у нас растут огурцы, петрушка, помидоры. Кстати, за посадками на огороде следят сами воспитанники. Вместе с воспитателями у нас за каждой группой закреплен вагончик. Они вместе выходят на прогулки и вместе ухаживают. Поливают детки, пропалывают по возможности. В будущем все сказки, расположенные на территории детского сада, послужат декорациями в летнем театре. Актерами будут сами дети. Помимо этого, здесь есть и уголок домашних животных, где расположились корова, козочка и поросята. Мне нравится саду, потому что здесь есть огород, сказки и детская площадка. Детский сад «Звездочка» в сентябре отметит три года. За такой короткий период многое сделано, но и многое запланировано. Например, очень скоро здесь появится аллея выпускников, яблоневый сад. Татьяна Захарова, Денис Петров, информационная программа «День». В следующем году в Сергиевом посаде отметят значительную дату – 700-летие основателя Троицкой лавры Сергия Радонежского. Но праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию, начались уже сейчас. С 19 по 21 июля здесь пройдет единственный в России фестиваль аэростатов специальных форм «Небо Святого Сергия». Только на этом мероприятии можно увидеть аэростаты с оболочками в виде различных форм и предметов, которые изготовлены специалистами в разных уголках России. Это стоит увидеть. Я давно хотел в свою квартиру, не думал, что меня могут обмануть. Я же не юрист, я не должен знать все законы. Коседок покупают. Я хотел зарегистрировать договор, но меня убедили, что и так все в порядке. Я решила, была не была, долг выгорит. Ну да, обманутый дольщик. Принимай взрослые решения. Знай закон и стройся. На территории Матищинского района в акватории Клязьминского водохранилища стартовала первая гонка открытого первенства города Москвы для младшей группы яхтсменов в классах яхт «Зум», «Кадет», «Оптимист». По итогам соревнований будет сформирована сборная команда города Москвы. Наша съемочная группа тоже поддержала спортсменов. Старт первой гонки дали в 12 часов. Нашей съемочной группе повезло. Погодные условия были благоприятными. Спортсмены были в полной боевой готовности и ветер им помогал. Первый день у меня все было очень хорошо. У меня первый приход вообще был второй, а у второй гонки я была десятая. Вчера все было далеко не так удачно. Надеюсь, что сегодня будет тоже хорошо. Я сейчас вторая по девочкам. Организаторы соревнований разделили участников открытого первенства города Москвы по парусному спорту на две группы – младшую и старшую. В первой группе проходили гонки среди классов «Ракета», «Оптимист», «Кадет» и «Зум». Возраст участников не превышает 18 лет. Одна из главных задач парусного комитета – на подобных соревнованиях безопасность участников. Как утверждает главный судья Валерий Пильчин, все правила соблюдаются строго по регламенту. С нашей стороны я наблюдаю, что активное участие спортсменов и тренеров в соревнованиях показывает, что дистанции проходят, правила не нарушают, протесты пока друг на друга не подают. В этот день погода сыграла в плюс участникам. Был хороший ветер и ясное небо. Никакой дождь не испортил гонку. Ведь для яхтсменов очень важна не только собственная спортивная подготовка и умения, но и погода. Погода сегодня шикарная, замечательная. В Москве, к сожалению, летом редкость погода, когда солнце, ветер, нет грозы. Подобные соревнования часто проходят на базе парусной школы в Хлебниково. Здесь очень хорошие водные ресурсы, а также это учреждение может по праву гордиться своими спортсменами. Ведь они не раз становились чемпионами Европы, побеждали в первенстве мира и многих других крупных соревнованиях. Уже совсем скоро будут подведены итоги, и победители войдут в сборную команду Москвы с правом представлять регион на первенстве России. Светлана Кузнецова, Сергей Власов, информационная программа «День». На этом выпуск новостей подошел к концу. Нас также можно смотреть в онлайн-эфире на сайте www.tvmy.ru. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин